Лея и Алма ведущие Дунайшоу. В школу они сейчас не ходят, их 6-й и 8-й класс все еще на карантине. Но времени свободного у них все равно почти нет. Ребята работают и учатся, ведь в каждом выпуске передачи юные ведущие рассматривают различные темы. Например, жизнь Черного моря, экология, транспорт, иммунитет, социальные сети, физика и многие другие. Да, я уверена, что он будет интересен для моих ровесников, ребятам постарше и помладше. Потому что, ну, например, здесь я узнала кое-что, что не входило в школьную программу. И это реально очень интересно было. А еще ребятам нравится работать в компании профессионалов. Во-первых, я получаю много очень интересных знаний. Во-вторых, я стану известным. И также просто очень приятно общаться с людьми, с которыми я работаю. Авторы шоу постарались включить как можно больше интересной информации об Абхазии, ее природе и особенностях. К составлению сценария привлекались эксперты в различных областях науки и искусства Абхазии. По словам авторов проекта, Адуна и Шоу выходят далеко за рамки школьной программы. Поэтому его будет интересно смотреть не только школьникам, но и их родителям. Такие станции есть в метро Абхазии. Да-да, вы не ослышались. У нас есть метро. И даже вспомнил, как работает Аварден. И много чего еще. Проект направлен на формирование научного подхода в образовании, создание основы для осознанного выбора в освоении будущих профессий, а также развития любознательности. Важным преимуществом Адуна и Шоу является возможность получить качественный образовательный продукт, не выходя из дома. Так говорят создатели проекта. Мы задумывали Адуна и Шоу как проект, который напомнит аудитории, взрослому, зрителю и школьнику о возможности качественного образования дома. И о том, что сам процесс обучения может быть интересным, развлекательным и больше походить на досуг. Что касается непосредственно формата передачи, то она состоит из 10 выпусков, каждый из которых посвящен определенной теме. И в рамках этой темы мы делимся важной, полезной и в некоторых случаях уникальной информацией о мире вокруг нас и в частности об Абхазии. Одновременно с запуском шоу создатели проекта запустили официальные аккаунты в социальных сетях. Для того, чтобы обеспечить обратную связь со зрителями, для которых подготовили конкурсы викторины с призами. Специально для самых активных участников конкурса в социальных сетях. Адуна и Бокс, который включает в себя толстовку, термокружку, сумку шопера и другие приятные подарки. Мы надеемся, что Адуна и Шоу послужит некоторым стимулом, толчком для дальнейшего самостоятельного углубленного изучения предмета. То есть зритель узнает что-то действительно захватывающее и, что называется, копнет глубже. А там его ждет еще больше удивительных открытий. Идея шоу родилась в простой дружеской беседе, а потом нашлась и команда, которая смогла креативно и современно воплотить идеи в жизнь. К сожалению, сегодня не смог присоединиться наш коллега, который болеет, находится на карантине. И мы обсуждали, у этого человека есть дети маленькие, и мы говорили о том, что как раз не хватает контента. И появилась эта идея, мы немножко начали над ней работать, задумываться, потом привлекли ребят. И как-то в общем у нас это все родилось, вот как раз в этом же кабинете. Программа только запускается, но автор Адуна и Шоу уже строит далеко идущие планы. Обсуждается создание второго сезона, в котором непременно будут учтены комментарии и пожелания зрителей передачи. Работая в команде, мы решили, что каждый третий эпизод будет выходить на абхазском языке, то есть основной язык будет русский, но при этом каждый третий эпизод из десяти пилотных будет на абхазском языке. Мы очень надеемся, что у нас будет активное участие всего общества, не только молодежи, но при этом и родители, которые активно вовлекутся в взаимодействие через социальные сети. Смотрите примерный показ первого эпизода Адуна и Шоу на Абаза ТВ 17 февраля после выпуска новостей или на YouTube-платформе Адуна и Шоу. Следить за новыми выпусками можно через аккаунты Адуна и Шоу в социальных сетях Facebook и Instagram. Данная инициатива реализована ЕНИСЕФ при финансовой поддержке Агентства США по международному развитию. Марияна Котова, Торник Амичба, Абаза ТВ. Субтитры создавал DimaTorzok